Пуримшпиль Во все времена праздник Пурим Был напоминанием милости Божией Еще одним провозглашением его могущества Его силы И вы знаете, что это шикарный праздник Вообще, когда читаешь книгу Эстер Это какой-то просто как роман Просто очень краткий роман В нем есть царь, в нем есть царица Такая непослушная В нем есть как бы любовь В нем есть молодая девушка, есть интрига Заговор В нем есть очень сильный антигерой Такой именно злодей Настоящий, с большой буквы И в нем есть победа Вот просто Ну вы знаете, я удивлен, почему Голливуд Пропускает такую прекрасную книгу Согласитесь Я надеюсь, что когда-то они доберутся Ну может быть не испортят ее Как другие иногда случаются у них Но тем не менее Все шикарно И очень часто принято говорить о Эстер Принято говорить о Мардыхае Мардыхай – мужественный рыцарь Который спасает все царство Эстер – красивая, умная, дальновидная Но знаете, что интересно? Что главный герой этой истории Он остается за кулисами происходящего Его имя не упоминается Если вы посмотрите на все главы Книги Эстер Вы не вспомните, вы не увидите, что там есть Воспоминаем, вспоминаем Бог Там не говорится о его имени Но он как бы присутствует Как режиссер всего того Что происходило в то время Мы понимаем, что без Бога Не обошлось никоим образом Давайте коснемся некоторых важных вопросов Почему Пурим? Многие знают ответ И книга Исфир, 9 глава, 26 Говорит стих прямо Почему Пурим? Нарекли эти дни Пурим В честь Пура Жребия, который бросал Аман И жребий – это очень интересная вещь Вы знаете, что в еврейской традиции Существует такое правило Что название какой-то вещи Выражает ее внутреннюю суть То есть есть определенный внутренний смысл И давайте, исходя из этого понимания Мы попробуем немножко коснуться Того, что такое жребий Вы размышляли об этом, друзья? Многие рисуют жребий как кости Кто-то рисует его, ну, как рулетка Все это говорит о жребии О том каком-то устройстве Которое дает возможность сделать выбор Итак, когда мы смотрим еврейскую традицию Когда мы смотрим еврейское наследие Мы можем увидеть интересную вещь Мы можем увидеть, что еще один праздник библейский Он имеет связь с таким понятием, как жребий И, возможно, вы знаете, что это за праздник Помнит кто-либо? Это Йом-Кипур Потому что Писание говорит, что это, если вы посмотрите Это Йом-А-Кипурим И мы видим Йом-А-Кипурим То же самое слово День жребия День такой, как Пурим И чем же сходен Йом-Кипур и праздник Пурима? Вы знаете, что во время храма Среди прочих храмовых служб Было одно действие во время Йом-Кипура Когда первосвященник приводил двух козлов Помните, да? Возлагались руки священникам на одного из этих козлов И один из них должен был принестись в жертву А другой козел, он должен был отпущен в пустыню И брошен со скалы И к рогам того козла, которого отправляли в пустыню Привязывалась красная ленточка Два одинаковых козла Для того, чтобы понять, кто из кто Нужно было бросить жребий И вот, второй кусочек этой ленточки Привязывался к жертвеннику И когда животное умирало в пустыне Эта красная ленточка меняла свой цвет Вы слышали эту историю? Это значило, что жертва принята Это значило, что козел отпущения, которым был брошен жребий Он свершил свою функцию И народ радовался И Исаия, 1 глава 18 стих говорит Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю И если будут красные, как пурпур, как волну убелю То есть, на основании этого местописания И Талмуд говорит, еврейская история говорит о том Что это происходило, действительно И еще одно свидетельство принятия Богом жертвы Было то, что завеса, которая разделяла святое святых От остальной части храма Она меняла свой цвет Она становилась, она отражала другой цвет Она становилась как бы мерцающей И это была очень толстая завеса Толщиной с ладони Если вы читали об этом Она не была просто, знаете, ширмочкой Это была целая, я даже не знаю, как это Как стена такая тканая И Талмуд, а также Иосиф Флавий А также другие историки, такие как Филон Александрийский Они свидетельствуют об очень интересном событии Во время жизни Ишуа Вы знаете, что Когда он жил здесь на земле Ишуа жил здесь на земле Вот первых 30 лет жизни его Происходило что-то невероятное в храме Когда бросался жребий За козла отпущение Его отсылали в пустыню Нитка не меняла свой цвет В один год меняла В другой не меняла Завеса меняла свой цвет и не меняла И все были потрясены этим Потому что задумывались о своем состоянии Задумывались о тех грехах, которые были Но когда Ишуа был распят Нитка больше не меняла свой цвет Она по-прежнему оставалась красной Те козлы отпущения Тот козел отпущения Который уходил в пустыню Уходил напрасно Жертва не была принимаема И вы знаете, что интересно Что это мы находим Не в христианских историях Мы находим это в Талмуде Эти истории мы находим Именно в еврейском ключе Очень странно, что они сохранились Для наших дней Потому что мы видим, что напрямую Они свидетельствуют у Ишуа Итак Бросался жребий О двух козлах Бросался жребий Аманом О каком-то времени Которым, ну в принципе Все могло подходить И мы должны понимать Что понятие жребия Оно превосходит Понятие нашего интеллекта Ведь согласитесь Вот перед нами два козлика Они оба хороши Они подходят Интеллектуально Мы знаем, что и тот, и тот Достаточно чистый Достаточно хороший Чтобы выбрать его Поэтому жребий, который выбирает Он становится выше Нашего с вами интеллекта Мы соглашаемся с его выбором Более того Жребий выше нашей воли Друзья И человек Когда бросает жребий Он как бы соглашается Он подчиняет свое желание Тому, что будет указано На этом жребии Иными словами Жребий определяет желание Или волю человека Вот как он скажет Так и будет И важно понимать Что когда Аман Бросал жребий Он обращался К неким высшим силам Для того, чтобы Снискать Правильное время В каком-то смысле Он был Ну, суеверен В каком-то смысле Он искал Помощи Некого такого вот Чего-то За пределами разума За пределами интеллекта За пределами Его желания Он хотел, чтобы в этом Действии Участвовали высшие силы Что-то великое Ведь согласитесь Не нужно причины Чтобы убить человека Он не искал Тактической выгоды Он не проводил Какой-то анализ Например Когда вот евреи Самые Незащищенные Вот мы выберем Этот момент И это будет Самый подходящий момент Абсолютно не в этом дело Фактически Все дни подходили Суть была в том Чтобы добиться Определенной Благосклонности Высших сил Итак Для нас Очень-очень важно Понимать Когда происходили События Книги Истер И Чем мне понравилась Эта постановка Здесь Подчеркивается То время Когда Это происходило Для многих из нас Этот вопрос Вообще не важен Знаете о чем мы говорим Мы говорим о чуде Мы говорим О победе Мы говорим о том Что злой человек Который хотел нам зла Он был побежден Но тем не менее События эти Происходили После того Когда группа евреев Из Вавилона Вернулась в Иерусалим Который был полностью разрушен Для того Чтобы восстановить город Восстановить храм И начать Поклоняться Господу И вот здесь Вот мы сегодня Видели с вами Да Шешба цар Был человек Который возглавил Одно из движений Вот этой вот Духовной Алии Возвращение К Господу И мы видим Реакцию Мардахея Он не хотел идти Шешба цар Он видел Будущее Израиля Там В Иерусалиме И Как Исфирь Так и Мардахей Они не стремились К тому Чтобы возвращаться В Иерусалим Они были В числе тех евреев Которые Остались Несмотря на то Что были Пророчества Несмотря на то Что были Указания От Господа События Которые описаны В книге Исфирь Они Они находятся В том промежутке Которые мы можем Прочитать У книжника Ездры Шестой И седьмой Главы Вы можете Вот одновременно Читать Эти события И там И там Речь идет Об одном Времени Об одних Людях И об одних Действиях Ездра Строил Храм И если мы Почитаем его Книги Если мы Почитаем книги Неемии Мы увидим Что строительство Это было Очень и очень Сложным Было Огромное Количество Людей Которые Противостояли Этому Строительству Это были Явно Языческие Противостояния Но это были Также Те евреи Которые имели Определенную Смешанную Кровь Определенное Смешанное Мышление Неправильное Мышление С точки зрения Завета С Господом Они не были Заинтересованы В построении Храма На божьих Условиях Но хотели Делать Это Так как Они видели Поэтому Они приходили К строителям И говорили Давайте мы будем Строить с вами Строители Видят Те компромиссы Которые были В ихней жизни Видят то Что они Они не чистые В прямом Переносном Смысле Они говорили Не будет Так Мы не хотим Чтобы вы Строили с нами Потому что Мы ценим Святость Мы ценим Правильное Положение Относительно Господа И были Большие Проблемы Итак Очень Сложно Было Строить Храм История Как мы читаем Началась С того Что Царь Вавилона Языческий Царь Это нужно Друзья Между прочим Не забывать Он потерял Жену Мы не будем Вдаваться в детали Что происходило На этих Пирах Историки Говорят о том Что на самом деле Эти пиры Были просто Стратегией Царя Потому что Они готовились К войне С Грецией И это не просто Были Знаете Пьянка ради Пьянки Это было Своего рода Политическое Игрище Потому что Туда приходили Различные Управляющие Разных Областей И Нужно было Иметь Крепких Союзников Перед Серьезной Войной Которая Предстояла С Грецией Мы Представляем Как Мы представляем Все Остинь Выгнали Остался Царь Без жены Хотя Если мы Посмотрим В Писание Мы видим Что он Через время Вообще Вспомнил О ней То есть Мы понимаем Что на самом деле Царь не был Обделен Женским Обществом Все в порядке У него было Ну как бы Никто из нас В этом не сомневается Он не был Тем у кого Была Одна жена И Мы представляем Это как Определенный Конкурс Красоты Такое 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 Можно Увидеть В телевизоре Некий Такой Великий Красавец Дельфин Знаете ли Ищет Свою Русалку Не было Такого Если мы Посмотрим По Писанию Мы видим Что издается Указ И девушек Просто берут Понятное Дело Что девушки Не могли Быть Кобы Кем Потому что И пленниц Было Тогда Достаточно И Ну Много Было Девушек Которые Не против Были бы Оказаться В гареме У царя Возможно Обратили Внимание На каких-то Более Знатных Девушек И Скорее Всего Никто Никого Не спрашивал Скорее Всего Девушек Просто Брали Для Подготовки Так Скажем К Гарему Царскому И Здесь Есть О чем Поразмышлять Есть О чем Поразмышлять Если Бы Исфирь Была Действительно Богобоязненной Девушкой Еврейской Вы знаете Она бы не попала В гарем Знаете Почему Я так считаю Это не принято Немножко Говорить Но Тоже Наш спектакль Он подчеркнул Эту вещь Вы помните Да Разные танцы Шмансы Перед Языческими Царями Стать Женой Такого Царя Ну Это Как бы Некошерно Вы понимаете Нормальная Еврейская Девочка Не пойдет И не будет Стремиться К тому Чтобы стать Женой Языческого Явного Идолопоклоннического Царя Вспоминается Недавно Я слышал Одного Учителя Еврейского Он рассуждал О жертвоприношении И он говорил О том Что еврейская Ну Как бы Культура Жертвоприношения Она достаточно Была Кровавой И поэтому Он говорит Когда Мама Козочка Говорит Своему Ребенку Своему Ягненочку Маленькому Говорит Послушай Ты должна Запомнить Одну Важную Вещь Если Тебя Выберут Для Храма Для того Чтобы Сходить В храм Сделай Все Чтобы Туда Не попасть Разбей Себе Мордочку Порежься Подверни Себе Ножку Но Сделай Все Чтобы Туда Не попасть Понимаете Суть В чем То есть Иными словами Если Ты Такая Чистая Попадешь Туда Ты Умрешь Не Делай Этого Мы Понимаем С вами Взрослые Люди Что Если Эсфир Не Хотела Она Бы Не Попала Для Этого Было Очень Легко Сделать Что Нибудь Да Подверни Ты Палец Да Разбей Себе Нос Где Нибудь С каблуков Упади Не Надо Сильно Потому Что Вы же Понимаете Что Царь Он Ну Как Б Он Мог Из Чего То Выбрать И Мягко Говоря Из Чего То есть Там Был Выбор Подготовлено Все В Порядке Можно Было Повести Себя Таким Образом Чтобы Все Смотрели На Ню И Говорили Вот Это Да Не В жизни Отошли Ее Обратно Она Дикая Она Какая-то Невоспитанная Она Не Живет По Нашим Язвическим Традициям Но Мы Понимаем Что На самом Деле Когда Мы Смотрим На Жизнь И Сфирь Она Была Достаточно Гибкая И Просчитанная Дама Понимаете Да Достаточно Гибкая И Достаточно Просчитанная И Дядя У нее Тоже Был Молодец И В этой Вот Нашей Постановке Мы С вами Видели О том Что Может Быть Она Не Выиграет Но Связи Останутся Но Тем Не Менее Взяла И Выиграла Вы Читали Когда Нибудь Новости О Современных Конкурсах Красоты Что Там Творится Ужас Они Перекупают Друг Друга Непонятно Что Какие То Ну Стать Принцесс Очень Сложно Она Сделала Это Итак Для Мардыхая Нет Никакого Конфликта В том Что Есфир Становится Женой Языческого Царя Он Не Возмущен Он Толерантен К нему Даже Более Того При Случае Он Спасает Ему Жизнь Нету Такого Что Вот Есть Они А Есть Мы Нету Такого Что Вот То Языческое Общество А Здесь Есть Наше Еврейское Закрытое Общество И мы Переживаем Об этом И вы знаете Когда мы Смотрим На ситуацию С Аманом Поведение Мардыхая Тоже Неоднозначно Попробуйте Почитать Внимательно Писание Попробуйте Внимательно Вдумчиво Прочитать Книгу Эстер Вы Знаете Сама По себе Ситуация Очень Сильно Напоминает Ситуацию В Которую Попал Другой Человек Из Примерно Того Же Времени Даниил Помните Такого Правильного Человека В Какой-то Момент Царь При Котором Жил Даниил Он Издал Указ О том Что Необходимо Поклоняться Золотому Истукану И мы Помним О том Какая Была Реакция Даниила Он Что Делал Он Публично Исповедовал Свою Веру И он Готов Был Нести Ответственность За свое Исповедание Он Реально В прямом Смысле Готов Был Идти До Конца И платить Цену За свой Выбор И свою Позицию Когда мы Касаемся Мордыхея Мы видим Что он Не был Настолько Принципиален В своем Действии И В своем Видении Мира Он Не пытался Быть Принципиальным В заповедях Он Старался Умолчать О своей Национальности И только После того Как его Начали Расспрашивать Он Говорил Я Иудей Хотя На то Время Не было Гонений На евреев Наоборот Было Расположение Им Дали Возможность Отстроить Храм Хоть Это Было И Сложно Но Тем Не Менее Работа В Иерусалиме Двигалась При этом Все же Мардыхай Не кланялся Аману И говорил Я Иудеянин И вы знаете Это очень интересно Потому что Мне кажется Что здесь Имеет место Определенная Национальная Гордость Встречали ли вы Таких людей Он Еврей По Папе Но Все Это Знают И Все Это Чувствуют На себе И Переживают Это И Вы знаете Он И ты Ему Говоришь Ну Вот Там Пришли Мы Там Куда-то Там И Борщ Нам Дали И Он Где-то Там Шкварку Эту Увидел Украинский Борщ Заберите Это От меня Я Иудей И Все Такие Боже Мой Какой Святой Человек Нас Посетил Вот Это Величина Вот Это Действительно Вы знаете Люди Не радуются Такому Общению Они Боятся Таких Людей Потому Что Ты Понимаешь Что Для Иудеев Ты Может Быть И Не Со Всем Иудей Местами Потому Что Ты Приходишь Они Говорят Кто По Папе Ну Знаете Или Надо Тут Теперь Еще Процедуры Приходить Чтобы Мы Как Бы К вам Вот Именно Со Всей Ответственностью Относились Не так Все Просто Не так Все Просто Вы Понимаете Да Но Интересно Что На самом Деле Некоторые Комментаторы Так и Говорят Что Скорее Всего Поведение Мардахея Оно Не Было Движимо Заповедями Стремлением Быть Евреем С точки Зрения Божественного Призвания Это Было Определенная Национальная Гордыня Мы Говорили Его Он Ну Его Не Коробило От Он Любил Свой Народ И Это Хорошо Фактически Перед Нами Картина Светского Человека Друзья Абсолютно Нормального Светского Человека Который Потихонечку Начинает Забывать О той Связи Которая Имеет Его Народ С Заветом Связи С призванием Основным Он Устраивает Свою Жизнь Он В определенном Смысле Ну Развивает Свою Жизнь Но Его Жизнь Она Строится Вокруг Него Самого Но Не Вокруг Божьих Ценностей И Божьего Призвания Потому Что Напоминаю Именно Тогда Строился Храм И Те Люди Которые Рисковали Те Люди Которые Имели Это Стремление Почитайте Первые Главы Неемии Когда Он Посчитал Эти Дни Он Рыдал И Он Предстоял Перед Царем И Он Говорил О чем О призвании Он Говорил Дайте 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 Возможность Вернуться Дайте Нам Возможность Построиться Дайте Нам Возможность Прославить Бога Итак Мардахей Хороший Добрый Но Не фанатичный Обычный Человек И Сердце Исфирь Оно Также Не было В Иерусалиме Ее Сердце Было В Гареме У языческого Царя И Вы знаете Что печально Большинство Людей Которые Их Окружали Они Также Оставались Там Вавилоне И Мардахей И Исфирь Вошли В число Тех Евреев Которые Мы Сейчас С вами Знаем Как Потерянные Десять Колен Израиля Они Остались И Знаете Что С ними Произошло Дальше Когда Мы Читаем Об этих Событиях Мы Видим Что Есть Еще Определенная Связь Израиля Ну Такая Где-то Она Там Мерехтит На Задних Рядах Но Прошло Несколько Поколений И Эта Связь Была Оборвана Народ Эти Десять Колен Они Перестали Быть Народом Они Перестали Волноваться За Еврейский Народ Они Перестали Влиять Они Полностью Ассимилировались И Стали Обычными Хорошими Язычниками Потеряв Эту Связь И Мы Читаем О том Что Как и В случае С Даниилом Поведение Мардахея Оно Привлекло Внимание Вы Помните Что Когда Царь Узнал О непослушании Даниила Он Просто Был Разгневан И Он Говорил О том Что Я Требую Чтобы В семь Раз Больше Печь Разожгли И так Дали И так Дали И Действие Мардахея Оно Тоже Привлекло Внимание И Пришло Испытание Пришло Определенное Взвешивание Жизни Людей Мы Знаем О том Что Когда Мардахея Узнает О приказе Он Раздирает Свою Одежду И Приходит Кисквирь И Мы Помним Тот Разговор Такой Знаете Достаточно Серьезный Когда Он Говорит Ей Что Ты Может Быть И Спасешься Ну Физически Но Все Остальные Погибнут Поэтому Надо Просить Я Погибну Делай Что Нибудь Может Быть Для Этого Дела Может Быть Знаете Что Другое Произойдет Помните Там Такая Фраза Есть О том Что Спасение Может Прийти С другой Стороны Хотя Хочу Сказать Что Мардахея Не Говорит Спасение Придет От Господа Ибо Мышца Божья Это Совершит Он Говорит Случай Может Случиться Другим Что То Так Пойдет Что По Другому Придет Спасение А на Тебе Будет Позор А Вот Ты Будешь Посрамлена Потому Что Ты Могла Это Все Сделать И И Иисфирь Говорит Прошу Поститься Три Дня Подключайте Всех Всех Весь Народ Давайте Будем Паститься Давайте Будем Скорбеть Смирять Свою Жизнь И так Далее Это Очень Интересное Действие Когда Я Размышлял О том Что Там Происходило Я Вспомнил Одну Историю Историю Об Ионе Вы Помните Да В Двух Словах Иона Получает От Господа Повеление Пойти В Ниневию Ниневия Была Страшно Языческой Страной Иона Будучи Таким Определенным Планем Еврейским Националистом Таким Героем Он Говорит Я Не Пойду Туда Я Считаю Что Они Недостойны Этого Спасения И мы Знаем Приключения С большой Рыбой Просидел Он Там Три Дня Три Ночи Потом Все Пришел Весь Несчастный И Начал Ходить По Ниневии Проповедуя Еще 40 Дней И Ниневия Будет Разрушена Что Произошло В Ниневии Царь Ниневии Услышав О Словах Пророка Он Что Сделал Разодрал Свои Одежды Сел В Пепли И Вся Ниневия Взяла И Покаялась Вы Представляете Целый Город Большой Взял И Покаялся Это Очень Сильно Расстроило Иону Он Вышел Помните Сел На Горе И Господь Преподавал Ему Уроки И Говорил О том Что Вот Смотри Я же Их Люблю Хоть Они Такие Сякие Но Все равно Они Дороги Мне Все равно Я хочу Чтобы Их Сердца Были Спасены Чтобы Они Принадлежали Мне Но Знаете Что Интересно Это Покаяние С одной Стороны Должно Было Быть Чем То Невероятным По Идеи По Идеи Неневия Должны Вся Неневия Должны Были Стать Кем Прозелитами Они Должны Были Примириться С Господом Авраама Исаака И Якова Они Должны Были Обрезаться Они Должны Были Войти В тот Завет Если Их Покаяние Действительно Было Покаянием Они Должны Были Разделить На Себе Радость Соблюдения Заповедей Но мы Знаем Что Так Не Произошло То есть С одной Стороны Было Произведено Определенное Действие Которое Господь Посчитал Правильным И принял Но С другой Стороны События Эти Кстати Происходили С Ионой Раньше Тех Событий Которые Описаны В Исфирь Но С другой Стороны Через Некоторое Время Те Народы Которые Жили Там Неневии Они И напали На Иерусалим Они напали На Израиль И Не все так Просто Народ Покаялся Но Это покаяние Не имело Последствий В том поколении Суд был Отменен Но В последующем Он все же Наступил Они не стали Частью Божьего Народа И не разделили Божье Призвание Нечто Подобное Произошло В ситуации С Пуримом Мы видим Пост Мы видим Ужас Мы видим Страх Потому что Это была Реальная Физическая Опасность Но Знаете Что Друзья Это Этот Пост И страх Он не Становится Источником Пробуждения Духовного Обновления В каком-то Смысле Это похоже На то Когда вы Идете на Экзамен И держите Пальцы Крестиком Где-то у себя В кармане Лишь бы Пронесло Как тревога Тут у Бога Да А как все Пронесло Эй Праздник Давайте Гулять Сейчас Мы Короче Здесь Слава Мордыхаю Слава Эстер И все Такое И Просто Восторг И вы знаете Что интересно Когда мы Читаем Девятую Главу Книги Из фильма Видим Что Эстер И Мордыхе Очень сильно Заботятся О том Чтобы этот Праздник Не был забыт Очень сильно Люди Переживают Вы же там Где-то Передайте Во всех Областях Праздник Пурим Вот в этом Празднике Был Мордыхай Вот в этом Празднике Был Эстер Ай-яй-яй Чудо Все великое И так далее И снова же Нигде Нет упоминания О том Что Бог Даровал Эту победу Вы видели Эти места Интересно Правда Но очень Много Сказано О Мордыхе И О Эстер И То Вроде Как бы Смирялись С одной Стороны А с другой Стороны Ай да Молодцы Ай да Герои И Это Это Очень Сильно Разница От Тех Криков Радости Которые Восклицали Божьи Мужи И Жены Когда Израиль Был Избавлен От Серьезнейшей Опасности Почитайте Места Писания Которые Говорят О Народе Который Перешел Море Видя Смерть Войска Фараона Вы Помните Что там Происходило Хватаются Тамбурины Все Ликуют И говорят Боже Ты Великий Фараона И войско Его Ты Победил И Того Победил Господь Мышца Твоя Велика На крыльях Ты Нах Снес Кто Как Ты Среди Богов Нет Другого Бога Израилева Такая Хвала Такое Пробуждение Такой Подъем Правда Через Три Дня Они Забыли Это Но Все же Согласитесь Да Помните Что Говорил Даниил Когда Вышел Из Печи Помните Какая Это Была Слава Вы Помните Что Происходило Когда Что-то Вот Такое Вот Приходило Избавление Великое Смотрите На Него Смотрите На Мышцу Которая Избавила Нас Но Мы Не Видим Этого В Эсфир Мы Не Видим Этого В Мардахее Мы Видим Радость Пронесло Получилось Все Сделали Мардахей И Эсфир Это Два Героя Прошлого Друзья Потерявшиеся Как Евреи В Языческом Царстве Их Их Имена Не Были Записаны В Книгу Живущих В Иерусалиме Они Стали Частью Тех О Ком Мы Можем Только Вспоминать Хороших Людях Любивших Израиль Любивший Народ Образованных Красивых Имевших Связи Но Потерявших Связь С Заветом И Я понимаю Что Сейчас Это В определенном Смысле Разрушение Такого Знаете Образа Определенного Представления О том Кто же Эти люди И У меня Встает Вопрос Для Кого Был Этот Пурим Для Кого Был Этот Праздник Освобождения Безусловно Для Еврейского Народа Для Каждого Еврея Во всем Царстве Во всех 120 Областях Нужно Помнить Что Иудея Была Одной Из таких Областей И Если бы То Что Задумал Оман Было Приведено В действие Не Было Бы Кому Строить Храм Тот Остаток Праведный Остаток Который Был Выведен Из Вавилона В Иерусалим Он Также Был Бы Уничтожен Мы Говорим Обычно О Сузах События Происходят Там Но Я Думаю Что Божье Внимание В Большей Степени Было Направлено Туда Где Строился Храм Где Должен Был Бросаться Другой Пурим Другой Жребий Ради Искупления Народа Ради Примирения Народа Ради Связи С народом Господа Именно Эти Люди Которые Названы Остатком Они Передали Завет Именно Они Ожидали Машеха Именно Они Сохранили Тору Именно Они Оставались Верны Насколько Могли Всему Тому Принципу Всем тем Принципам Всем тем Заповедям Которых Их Призывал Господь Бог Использовал Светских Людей Для того Чтобы Остаток Был Спасен Друзья Услышьте Это Бог Использовал Светских Хороших Людей Для того Чтобы Божий Остаток Был Спасен Но Быть Светским Образованным Быть Евреем Но Не Иметь Связи С Богом Не Делает Преимущества Друзья Не Делает Преимущества Без Этой Связи Человек Теряет Свою Национальность Без Этой Связи С Богом Израиля Еврей Теряет Суть Вхождения В Завете Суть Того Ради Чего Бог Избрал Народ И вы Знаете Что Современный Израиль Государство Израиль Она Очень Сильно Похожа На те Времена Когда Мы Читаем Об Истории Создания 1948 Году Государства Израиль Вы Можете Увидеть Что Создан Он Руками Неверующих Людей Некоторые Из них Были Хорошими Некоторые Были Резкими Может быть Принципиальными Но это Были Люди Неверующие И вы Знаете Что Когда Стоял Вопрос В написании Декларации Независимости Государства Поднялся Вопрос Упоминать Ли Имя Господа В этой Декларации Это Важно Согласитесь Потому что Все же Во всем Этом Действии Была Часть И религиозных Евреев И пришли К примерно Такому Компромиссу О том Что Благодаря Нашей Силе И Силе Как-то там Так хитро Сказано Типа Силе Великой Или Мышце Великой Ну как бы Вот ни о чем С одной стороны И о Боге И с другой Стороны И не о Боге Потому что Религиозные Евреи Говорили Бог нам помог Построить Израиль А Атеистически Настроенные Евреи Говорили Не Бог Послушайте Я И вместе с нашей Командой Мы стояли Там Мы Боевали Мы Сделали Поэтому Пришел Вот такой Компромисс Благодаря Мышце Израиля Там Вот так Кажется Написано Мышце Израиля Как хочешь Так и Трактуй Очень Похоже На Книгу Израиль Мы 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 Увидим Там Чудеса Когда Мы Будем Изучать С вами Войны Израильские Шестидневную Войну И не только Мы Увидим Силу Божью Но Бог Он Где-то Там На заднем И Знаете Что Я Верю Что Он По-прежнему Держит Перед Своими Глазами Тот Остаток Который Находится В Израиле Тот Остаток Который Имеет С ним Близкую Связь Я Верю Что Господь Особым Образом Оберегает Мессианские Общины И Он Использует Для этого Хороших Толковых Образованных Неверующих Евреев И неевреев Для своих Целей Но Наша Задача Как мессианских Общин Распространять Понимание Завета Понимание Связи С Богом С Творцом Наша Задача Расширять Божьи Границы Божьи Границы Божьего Царства Для того Чтобы Всякая Победа Не была Просто Победой Но Приносила Славу Божию Приносила Прославление Для Бога Бросался Жребий Друзья Один Бросал Аман Другой Бросал Первосвященник На сегодняшний Момент Бог Отменяет Результаты Жребия Амана Но Он Ожидает Что Народ Обратится Туда Где Была Принесена Совершенная Жертва И Книга Деяний 17 глава 30-31 стиха Говорит Следующее Итак Оставляя Времена Неведения Бог Ныне Повелевает Людям Всем Повсюду Покаяться Ибо Он Назначил День В который Будет Праведно Судить Вселенную Посредством Предопределенного Им Мужа Подав Удостоверение Всем Воскресив Его Из Мертвых Жертва Ишуа Была Принесена Он Стал Нашим Козлом Отпущения Мы можем Разделить Последствия Этого Жертвоприношения Но Знать Об этом Недостаточно Необходимо Отождествить Себя С этой Жертвой Необходимо Отождествить Себя С этим Остатком Необходимо Собирать Свои Чемоданы И выходить В то Место Где Находится Божье Присутствие Где Находится Наше Призвание Где Находится Вообще Смысл Всего Того Ради Чего Господь Избрал Еврейский Народ Поэтому Друзья С одной Стороны Шикарный Праздник С другой Стороны Есть о чем Поразмышлять Я вас Благословляю Размышлять Я благословляю Вас Не бояться Оставлять Гаремы Языческого Царя Даже если Там очень Уютненько И неплохо И Хранить В своем Сердце Иерусалим Хранить В своем Сердце Израиль Хранить Еврейский Народ Старайтесь Сделать Все Что вы Можете Для того Чтобы было Хорошо Этому Народу Но Всегда Помните Хороший Образованный Еврей Не придет На небо Туда Придет Спасенный Еврей И Не важно Образованный Он Или Не образованный Спасенные Люди Приходят В присутствие Господа Они Записаны В книгу Жизни О них Радуются Ангелы Когда Они Каются В своих Грехах Да Благословит Вас Господь Чтобы ангелы Всегда У вас Радовались Чтобы Божье Сердце Было С вами Чтобы Вы Не Уставали Делать То Что Вы Можете В Его Славу Держитесь Завета Держитесь Его Жертвы Будьте Благодарны И Когда Вашей Жизни Приходит Какое Либо Избавление Хоть Малое Или Масштабное Как Пурим Помните Что Не Ваша Мышца Это Сделала И Пускай В летописях Вашей Семьи Будет Забота Именно Об Этому В Большей Степени Чем Забота О Том Чтобы Не Забыли Мордахея И И Сфирь Мы Помним Их Но Вы Знаете Что Я С Большим Удовольствием Вспоминаю Неемию И Эздру Это Герои Которые Достойны Примера Это Люди Которые Положили Жизнь Не Просто За Еврейский Народ Но За Суть Призвания И Важность Нахождения В связи С Господом Будьте Теми Кто Поддерживает Эту Связь Кто Несет Огонь Настоящего Еврейского Пробуждения Ваши Дома Вашим Близким И Вашим Родным Мы Вас Благословляем Как община Давайте Мы С Вами Встанем На ноги И Прославим Бога За тот Пурим Который Есть В нашей Жизни Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова